аллилуйя слава богу друзья давайте сестры приветствую всех приветствую всех вас именем господним братья сестры дорогие мои приветствую всех друзей церковной реформации аллилуйя доброе утро всем доброе благословенное утро господь благ и милостив милость его обновляется каждое утро и сегодня мы переживаем я переживаю вот это обновление в духе божьим радость эту сверхъестественную божественную радость очень благодарен богу за и эту возможность вот так вот выходить в эфир и совершать вместе с вами по утрам молитвы хлебопреломления слава богу вот и сегодня сейчас совершим с вами также причастие евхаристию хлебопреломление причастие святое тела и крови иисуса христа аллилуйя очень богу благодарен за все это за за это чудо за то что действительно кровью христа иисуса чистого и непорочного агнца мы искуплены от суетной жизни что действительно кровью святой и иисуса я исцелен прощен благоставлен всеми благословениями небес даже аврааму в его земной жизни такое не снилось никому из пророков патриархов отцов такое даже не снилось потому что произошло действительно то о чем мечтали молились все люди на этой земле о чем просили самые лучшие святые праведные люди на этой земле в своих святых молитвах роман перед доброго ранку слава иисусу христу навеки слава аллилуйя арсений шалом из башкирии приветствую всех святых башкирии да слава богу приветствую всех кто подключается с разных стран с разных народов очень богу благодарен что вот есть у нас интернет и есть возможность вот так выходить на связь слава богу вот и вместе совершать причастие потому как за всех нас была пролита святая кровь иисуса за всех и каждого и и действительно благодатью мы спасены и сея не от нас это это божий дар действительно это божий святой дар и блажен конечно человек который принимает божественный дар блажен человек который соглашается с божьим планом спасения принимает эту божью любовь я очень богу благодарен за это вот и благоставляю всех вас братья и сестры дорогие мои братики сестрички сыновья дочери великого бога великого нашего отца небесного слава господа и причастие как раз для меня это то что свидетельствует мне о божественной любви свидетельствует о том что божье обетование божье слово оно пребывает во век и что действительно он бог доказал к нам святую любовь свою он мне доказал и доказывает в этом причастие показывает рассказывает как объясняет как-то внутренности моей моему внутреннему человеку и внешнему тоже когда вкушаю и на шалом и стулу у нас опять зима сильный снег до иночка шалом благоставляя всех домашних и на сергеевну всех наших детишек благоставляю вот внука и внучку в который вот ожидаем на днях а то и раньше вот я пока здесь вот в киеве преподаю супруга дети в тули в россии но для божьего слова нет границ для духа господнего нет препятствий этих слава богу вот и я благоставляю вас всех дорогие друзья кто подключился сейчас кто подключается во имя господне и молю бога всемогущего да благословить тебя господь и сохранить тебя да призвит на тебя господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя иисуса христа да откроется сердце твое для благодати божьей больше и больше сегодня давайте нырнем в господа нашего еще глубже глубже еще глубже глубже погружаемся в него и не выгружаемся не поднимаемся из него него не выходим из него пребываем в нем непрестанно и все глубже и глубже погружаемся его любовь в этом размышления нашли-ка так описание вот и ну что ж помолитесь вот может быть заберете тоже у нас уже там два кота есть одного мы взяли там втором значит ну одного подобрали на улице там его там сбила ну короче он был травмированный там не знали выживет не выживет но выжил часто его красавец такой потом еще одного взяли сейчас вот ой действительно господь он кстати молились тоже за кота а здесь вот в киеве здесь у нас одна домашняя группа интересно очень даже она началась с по сути воскрешение кошки унины дмитриевны нашей здесь значит в киеве там начиналось но это где севастопольская площадь на там значит и начиналось на правом берегу домашняя группа и представляете значит я приехал пораньше там значит и кошка у нее умирала вот то есть племянница там свезла ли эту кошку к ветеринару туда-сюда показала насчет их но уже кошка старая и больная и врач только лишь одно мог порекомендовать это только усыпить все иначе ты интересно значит и племянница привезла обратно кошку вот нина дмитриевна не хотела усыплять ее чтобы если помрет так уже помрет у нее пусть то привезли кошку вот и осталось там пару часов там до домашней группы я приехал а нина дмитриевна вся в слезах вот это да а что же такое она рассказывает вот кошка но уже старенькой кошка конечно на свою кошачью жизнь уже прожила как бы вот но уже бабушка к ней привыкла все значит и но еще кошки болеет начи болела значит сильно там болезнь страшно и даже люди-то умирают кошка кажется тоже болит такими же болезнями фактически вот и ну а я говорю не дмитриевна давайте помолимся за кошку вашу знаете ли вот нехорошо так вот думаю начинать домашнюю группу с похорон кошки значит помрет сейчас и все она уже умирала уже кончалась уже заползала вот это хотел этом в укромном местечко чтобы помереть вот и мы с ней стали молиться за эту кошку вот и прошло какое-то время вот но там немного там до группы то оставалось уже кошка пришла в себя перестала там дергаться перестала уползать куда-то пытаться вот была уже спокойной не суетилась лежала и не умирала их начала домашней группы когда люди стали приходить она уже как бы так нормально более-менее была жива вот но еще больная страшная как бы такая конечно же это по рамкам вид то нет но как бы нам спокойно было вот и помирать вроде как не думала вот но думаю слава богу значит прошла домашняя группа молились тоже и кошку еще раз все вместе уже как благословили кто там пришел там немного чат пришло вот нас но мы молились все за за а во всем там как говорится за мире во всем мире этом друг за друга помолились там пообщались вот слово божье почитали попели какие-то псалмы а потом ну еще раз в конце там кошку это благословили значит чтобы и не не дмитриевну благословили потому что насчет но бабушках она одна как раз на вот с этой кошкой только вот жила то иначе ты но чтобы она не унывала чтобы она славила бога радовалась вот ну и расстались значит а потом значит снова приезжал я там не часто было у них на домашке но там больше геннадий был наш у них там гостях он там чаще бывал вот значит но но что интересно мне что понравилось вот я приезжал и слышал такие потрясающие свидетельства у них кстати саму нину дмитриевну она уже старенькая же была да у нас вот то господь и освободил ее от курения она ну хотя бабушка такая была уже старенькая бабушка достаточно и там уже за 80 было но она вот очень сильно курила она курила так что там вот кто курил и это в жизни не курил вот один раз в моей жизни был опыт только курение во сне мне снился сон еще подростком еще когда в школе там одноклассники пробовали курить один другой третий пятый десятый я как ты все не пробовал вроде ни к чему вот может я и начал бы попробовал бы хотя бы в раз жизни но просто мне приснился сон и в этом сне я курил и это было настолько отвратительно я помню тот сон я проснулся кашлял мне казалось все болит у меня внутри вообще и мне этого сна хватило вот так вот и когда потом одноклассники потом не как в очередной раз предложили вот может попробуешь тоже там за школу заходили в кустах где-то пробовали там бычки эти курить там какие-то они там что-то еще вот и сигаретки доставали значит папироски эти значит я я отказывался уже не просто там не знаю надо не надо а уже на 3 сумме не-не-не-не только нет я потому что так это я я помнил сон тут я не рассказывал ребятам этим тогда сон но мне я помнил вот это впечатление но значит знаете ли я понимаю как люди страдают потому что молился уже неоднократно за освобождение от курения вот от алкоголя наркотиков там не вот табака курения курение табака вот очень сильная зависимость и страшная зависимость на самом деле я вот очень скажу так вот по жизни молился часто за таких людей мужчин женщин вот подростков даже значит и люди освобождались порой а порой нет но очень много зависит конечно от решения самого человека следовать за господом или же не следовать за господом очень важно какую он путь изберет потому что если человек следует за господом то ничего невозможного нет тогда вот и если он избирает быть зависимым от божьей любви то тогда все остальные не божьи зависимости они просто как шелуха осыпаются я в этом уже как бы имею опыт уже и личный и вот так вот в общении и в молитве но так я к чему говорю что иногда молился за старых людей тоже пожилых уже людей старых людей за освобождение там и чтобы они освобождались но конечно опыт не на дмитриевны нашей он конечно самый уникальный для меня до сих пор у меня еще не было но другого более такого впечатляющего опыта освобождения вот во имя иисуса христа от табака курения потому что не на дмитриевна кстати может быть я это рассказываю еще кому-то может быть из тех кто и либо сейчас слушает либо потом послушает а просто не дмитриевна прокурила 60 лет да я не говорил со 60 лет она прокурила своей жизни вот 42 года и до 2000 2002 года она прокурила до 42 начиная она стала курить тогда девчонка еще совсем там значит миссис 3 миссис строили кем она там была в этих госпиталях там где раненые умирали очень много каждый день умирала народу все в крови везде смерть это война 2 мировая и короче это было просто бойня и девчонками они вот бегали и там она говорила потом уже рассказывала потом уже свидетельствовала что вот девчонка она там помогала все там выносила приносила там уносила операции резали руки ноги и порой ребята лежали говорит без рук совершенно вот или руки есть но как будто их у их уже и нету все перебиты там руки вот и они плакали многие ребята эти кричали вот не было ничего фактически там не медикаментов минимум был просто вот и многие ребята эти просили умирающие там ребята без руки они просто просили сестричку курить хочу курить хочу вот и она говорит не на дмитриевна на год и ягод ну просто я аж не курил до того говорит даже не знала что можно девчонкам курить как вот значит тогда но другая культура была немного как бы но в этом госпитале она когда работал то то год стала просто прикуривать эти сигареты чтобы дать ребятам этим вот и разносила лица или сама стала прикуривать а потом такой стресс все время это она все время плакала вот и стала курить не просто раскуривать ребятам этим инвалидом датчет со стью dadam сигарета осва сама стала курить вот и причем напропылую стала курить и война закончилась она все курилы и курила потом сталин умер она пробовала бросить значит и ночь от бесполезно там месяц-два я пять стала курить еще больше вот Когда она пришла к нам, вы не поверите, куряки, я думаю, те, кто курит или курил, вы сделаете для себя такой интересный вывод. Она курила 5 пачек сигарет в день. И при том это не максимум, это минимум. Она говорила, что больше я могу курить, меньше не могу. Если меньше 5 пачек сигарет в день, ягод задыхалась. Поэтому у нее вся пенсия уходила только на все это курение, воскурение бесовское. И она курила, потом ходила еще по улицам и стреляла у пацанов сигаретку. А пацанам еще интересно, что божий одуванчик, бабушка такая, ходят и сигаретку у них тяганят. Они все время угощали ее. И она курила и самосат, и прочее. 5 пачек сигарет в день минимум. Больше могла, меньше не могла курить, говорит. Вот если меньше 5 пачек, она все, ягод была нервная, ягод, у меня паника сразу, значит, все. Вот, это на день, на день у нее порция была. Вот, а говорю, а сколько же вы максимально выкуривали, говорит. Ну, было до 10 пачек однажды, говорит. Вот. Я не представляю себе. Она курила без передыху, то есть, вы не представляете. Это женщина, она не спала последних сколько лет, она говорила. Я могу быть сейчас не точным, могу не точно быть. Вот. Ну, короче, несколько лет последних, это однозначно, она не спала фактически. То есть, она всю ночь тоже курила, и ночью, и днем, без перерыва. И она, значит, ну, рекордсменка, будем так говорить, ну, как бы, ну, в моем понимании, я курильщиков всяких видел и молился за разных людей. Но вот этот случай, когда бесы выходили из нее, вот это был самый впечатляющий случай, когда она освободилась, значит, и вот это вонище у нее ушло, от нее ушло, ну, как силуэт такой, туманный такой обрез, или как назвать это. Вот, значит, и вонь, и там, значит, соседка ее через забор, которая жила, ну, там частный сектор, там, как бы, вот эти дома, которые на двух хозяев, там два входа, один, другой вход. И с другой стороны, через забор жила сестра одна верующая, и она приходила, а, как раз у нее эта молитва была, собственно, стоп, у нее эта молитва была в доме. Значит, и окошки, окно открыло, значит, окошки, значит, дверь открыла, чтобы вонище вся выветрилось. Что такое произошло? Думали, может, показалось кому-то, а там все потом рассказывали, кто были, там несколько человек было на молитве. И все свидетельствовали, что да, не видели, с разных при том сторон, кто-то с этой, кто-то с той стороны, от нее дошел силуэт такой, как будто бы, как вот она, но не она, как будто бы туманный такой силуэт, дымчатый силуэт. Вот, и вот тут началась вонь такая, там эта хозяйка, значит, а, от вони она пыталась, как бы, избавиться, там взяла баллончик этот, там, сколько было у нее там, освежитель воздуха, и так пшикала, пшикала, пшикала везде, ну, чтобы воня там, воня такая, как будто помойку зажгли. Значит, и, а вонь не уходила, даже там до конца, сколько она выжила, все, казалось бы, вонь должна пройти, а вонь не уходила. То есть, эта вонь была сверхъестественная, это бесовская. Иногда, ну, не всегда, но иногда бесы выходят вот с такой вонищей такой, вот, значит, и вот эта вонища, она ушла только лишь после молитвы. Они стали запрещать дьяволу, просто пришло осознание, ну, больше или меньше, ну, всем, что это вонь сверхъестественная, это неестественная вонь, как будто помойку зажгли, помойка, мусорный бачок какой-то горит. Вот, помолились, запретили дьяволу во имя Иисуса Христа, и вся вонь ушла. Я, вот, знаете, в очередной раз, уже не раз такое было, и до того было, и, значит, я в очередной раз осознал, что самый лучший освежитель воздуха – это Дух Святой. Вот, а самая страшная вонь – это бесовские духи, самая страшная вонь. Это просто нормального человека в обычном состоянии, без Бога, если человек, его просто стошнит сразу от такой вони. Это невероятно. Глаза щипят, вонь такая, что это, кажется, ну, просто тебя вывернет наизнанку. Вот, если бы не Бог, то, ну, там, думаю, сколько было людей, наверное, все бы вырвали бы. Но никто не вырвал, слава Богу. Вот, значит, молились, и когда запретили дьяволу, то, значит, все, эта вонища ушла. Да, вонища рассеялась как-то сама собой, внезапно, и как она появилась, вонь это так, и она внезапно и ушла. Вот, Анина Дмитриевна получила свободу. И она, кстати, потом рассказывала, потом уже, спустя там, сколько-то, три дня, что ли, ну, была уже в церкви, уже как раз, рассказывала интересную историю. Этот вечер она получила легкость такую, невероятную, говорит, значит, и потом легла на кровать. Она, говорит, не могла спать, сколько лет перед тем, но я, говорит, ложилась, все-таки ложилась спать. Но, говорит, как только лягу, и тут же просыпаюсь, и тут же сигарета хватаю. Вот у нее такой был сон, то есть она не спала, фактически не спала, только лягу. Забывалась, тут же раз просыпалась, тут же опять курила, то есть всю ночь она курила, так же. До того, до того, до того, как бесы вышли эти. А бесы пришли в ее жизнь, я напоминаю, вот в 42-м году, там в лазарете, в этом госпитале, потому что вот через страх, через эту смерть, вот, испуг этот бесы там раз орудовали. Вот, значит, война, это всегда бесы, вот, смерть, кровь, это всегда бесы. Вот, значит, насилие, несправедливость, это всегда бесы. И вот, и через страх, это страх, это всегда бесы. Потому что Дух Святой дает радость, любовь, мир, а бесы всегда дают страх, ужас, смерть. И, что интересно, когда бесы вышли, то Нина Дмитриевна, она потом говорила, вечером легла, и самое интересное, она потом рассказывала, я, говорит, не поверила. Я проснулась только утром, уже светает. То есть, она проспала, впервые после лет бессонницы совершенной, она проснулась только лишь утром. Всю ночь, получается, весь вечер тот, она уснула, не курив, не курив. Но она, правда, сама сделала такое заявление очень серьезное. Она потом призналась, что даже она к Богу сама сказала примерно следующее, что я, говорит, лучше умру, мне уже так надоело, ну, на украинском обрыдло, обрыдло, так надоело, что я, говорит, курю, что я все, я лучше умру, потерплю, умру, но не буду больше курить. И она это сама сказала Богу, своему Богу, как она понимала. И она, понимаете ли, никто ее так не учил и не наставлял. Она сама это сказала Богу, так радикально. И представляете, она вечером не курила, получается, но после молитвы была свобода уже. А, она это, что она не хочет курить, она это говорила как раз перед молитвой, что она, я скорее умру, чем буду курить уже. Все, вот так вот. Значит, и вечером была легкость, она легла спать, проснулась только утром и не хотела курить. Даже не думала. Но уже утром, оказывается, ну, ближе к обеду, приехала племянница. Другая племянница там, значит, у нее, значит, и она рассказывала, что до того, как племянница приехала, я, говорит, даже и не думал о сигаретах вообще. Даже как будто бы их и не было никогда в моей жизни. То есть, такая легкость пришла, благодать. И приехала племянница, а племянница, говорит, а так интересно, рассказывала она, я до сих пор помню такой рассказ ее. Племянница приехала, говорит, и она, говорит, это, такая, ну, хорошая девчонка, говорит, ну, говорит, не то, что жидноватая, но, ну, разные люди есть, да. Вот, кто-то там хлебосольный, кто-то там об этом вообще не думает. Вот, и она, говорит, сколько раз приезжала, никогда даже платочки не подарила. То есть, ну, такая вот. Другие там приезжают, родственники что-то там подарят, привезут что-то покушать или что-то еще. А она никогда ничего. То есть, вот, чтобы что-то подарила, там, допустим, привезла, никогда, говорит. А в этот раз, она, говорит, я, говорит, не поверила. Она приезжает и привезла несколько блоков, не пачек сигарет, а блоков, блоки там, сколько там пачек этих. Несколько блоков, дорогих сигарет. И она рассказала племяннице, говорит, Нина Дмитриевна, я, говорит, вот к тебе собралась опять. И, говорит, уже вышла из дома, уже все. И меня, говорит, как осенило. Ты же такая у вас курильщица, говорит, значит. И ты любишь, у тебя есть какие-то любимые такие дорогие сигареты, ты их редко покупаешь, но ты их любишь. Вот. И я, говорит, как-то, у меня прямо что-то дернуло. Развернулся, вот, значит, и потратится на тебя, говорит. Вот, значит, там, купить несколько блоков тебе сразу вот этих дорогих сигарет. Потому что, говорит, ну, как-то у нее совесть вдруг пробудилась, как-то. Иногда совесть пробуждает дьявола, а не бог. Вот. Значит, и, значит, и дернул-то ее, конечно, не бог-то, не дух святой, а дух антихристов, дьявол. Вот. В Вадиме есть Вадимость Духом Божьим, а есть Вадимость Бесами. Ну, это хорошая иллюстрация, кстати, к сегодняшней молитве. Ну, вот. И, значит, потому что в тему, я сегодня буду продолжать тему, история Восточной Церкви. И те, кто вчера слушали в прямом эфире, да, и позавчера, но особенно вчера, те, конечно, были шокированы. Я рассказывал как раз вот, как учения Бесовские приходили в историческое христианство. Там. Ну, ладно, да расскажу ту историю. И племянница, значит, я, говорит, раскошелилась и, короче, купила несколько блоков вот этих дорогих сигарет, твоих любимых. И она выкладывает ей эти... Изумленно Нина Дмитриевна стоит, племянница, которая никогда ничего, даже платочка, говорит, не привозила. И здесь она несколько блоков дорогих сигарет выставляет. Я, говорит, стою, Нина Дмитриевна, и я вспоминаю, что, да, я же куряка, я же, говорит, всю жизнь прокурила, 60 лет прокурила. Значит, и, говорит, ну, я вот не хочу. И она сказала племяннице, а знаешь, я, говорит, бросила. А племянница, говорит, да брось, ты, говорит, какой бросила, я знаю тебя, ты родилась, наверное, с папироской в руках, в зубах, ты, говорит, какой ты, кому ты говоришь, бросила. Ладно. И Нина Дмитриевна вдруг решилась и сказала ей, знаешь, говорит, не я бросила, меня Бог освободил, говорит, и стала рассказывать. Короче, племянница думала, что бабушка все, короче, видимо у нее старость не радость. И, короче, видимо, крыша поехала или как-то еще там она что-то высказалась, короче, забрала эти блоки сигарет и уехала. Вот, значит, потом, значит, и Нина Дмитриевна рассказывает, что, да, после того, как племянница ее искушала вот этими, ну, дьявол через племянницу искушала вот этими блоками сигарет. До того приезда племянницы я, говорит, даже не думала, я не вспоминала, что я куряка. А здесь, говорит, вот она выставила, потом забрала, она увезла их, эти блоки, но, говорит, а желание вдруг появилось. Вот, значит, и притом тяга такая, что, говорит, прямо аж это, ну, не по себе было. И до самого вечера я, говорит, промучилась. До самого вечера прямо была такая мысль, вот встать, пойти, купить что-то, сигарету, значит, она... А, когда молитва была, кстати, за день, ну, в тот день, еще вечером тем, она все сигареты свои там уничтожила, покаявшись в табакокурении. Вот, но, интересно, когда она, значит, она искушалась, больше полдня, до самого вечера искушалась, у нее было пожелание приобрести опять сигареты или стрелять сигареты на улице. Племянница уехала, а желание осталось у нее теперь уже. Интересно. Но, вот, я, говорит, переболела. Переболела с этим желанием. И я опять вспоминал то, что молились за меня вчера, значит, и, говорит, я, сказала Богу такие слова, что все, я, говорит, все, я не хочу, все. Либо забирай меня совсем, но я не хочу больше вообще с этим ничего общего иметь. Пожелание было, но она к Богу обращалась такими словами. До вечера самого. Легла спать и опять проспала всю ночь, говорит. А почему, получается, это пятница, суббота, точно. И, значит, была в служении уже, приходила в церковь и рассказывала потом, говорит, что да, говорит, все. А уже проснувшись уже, на другой день уже, все. Я, говорит, с облегчением вздохнула, уже не было ни тяги этой, была свобода, все. И сколько лет прошло еще после того? Свобода, легкость, вот тебе и чудо. Вот, я на примере, там, почему еще я решил так заострить все-таки внимание. Я сейчас рассказываю, допустим, в эти дни, вот, вчера, позавчера в семинарии, сегодня буду продолжать, о религиозном оккультизме. Вот, почитание, там, крестов, мощей, молитвы за упокой и прочие бесовские учения, которые пришли в жизнь церкви. И вот, от них освобождение. Я не был табакокурением, я курильщиком не был никогда, но у меня были грехи побольше того. Значит, намного больше, чем пьянство, или там, блуд, или, значит, там, или табакокурение, или наркотики. У меня было гораздо больше, худшие грехи были. Вот, значит, и об этом, ну, я знаю от Господа, что Он действительно меня освободил, когда я слышал во сне, а потом один раз и в Яве уже, проснувшись уже. Значит, я слышал, как голос мне говорил, показывая мне грязь во сне, с которым Он мне достал, Бог. То голос говорил, мы здесь как раз жили, вот на Черниговской. Вот, значит, и во сне я слышал голос, он говорил, для того, чтобы спасти тебя, мне понадобилось больше усилий, чем для того, чтобы спасти наркомана, алкоголика или проститутку. Держи, что ты сейчас имеешь, дорожи тем, что ты сейчас имеешь. И вот так сказано было несколько раз, не запомнить было невозможно просто. Несколько раз я видел эту грязь, многобожие, оккультизм и делопоклонство, с которым Бог мне достал, этого религиозного мракобесия. Мракобесия во сне, это была ужасная грязь. И знаете, я слышал тот голос, несколько раз повторивший одно и то же слово в слово. И я проснулся, я помню, проснулся и только было я подумал, надо же, ну слава Богу, это сон, думаю, значит, и думаю, надо же, что мне приснилось вообще. Вот, только было подумал, представляете, то же самое, тихим голосом, то же самое, но прозвучало вновь. Да, во мне как-то, как моя мысль, но это тихо-тихо, но то же самое, что было во сне. Во сне несколько раз было, а в яве уже это было один раз. Но все, я уже тогда уразумел, что это не просто сон, далеко не просто сон. Вот, и в принципе освобождение от бесов, оно как раз вот так и происходит. И самое великое, что действительно принесло, по-настоящему принесло нам свободу, это кровь Иисуса Христа. Благодаря ей мы спасены. Благодаря крови Иисуса Христа я спасен навеки. Благодаря крови Иисуса Христа, жертве Голговской, я исцелен, освобожден, благословлен всеми благословениями небес. Слава Иисусу Христу, Господу, спасителю моему, брату моему, возлюбленному моему, искупителю моему, целителю моему. Слава Иисусу Христу! За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою. Благодарю тебя, отец. Отец мой, Бог мой, Иегова, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, Ава, Отче. Благодарю тебя, Иисус Христос, спаситель мой, Господь мой, Царь мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, утешитель мой, за все я благодарю. За все я благодарю, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье Твою, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. Аминь. 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 Аминь, аминь, аминь. Спасибо, Иисус, спасибо, драгоценный. Спасибо, возлюбленный мой, спасибо, спасибо. Аминь, спасибо. Господь мой, царь мой, брат мой, искупитель мой, целитель мой, друг мой. О, спасибо Тебе, спасибо, спасибо. Аминь, аминь, аминь. О, благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за причащение святых Твоих даров, тела и крови Твоих. Боже, благодарю Тебя. Мы с Тобой одной крови, Ты и я. В моих жилах течет Твоя кровь, Господь. Я в Тебе, а Ты во мне. Благодарю Тебя за спасение, искупление, исцеление, благословение, Боже всемогущий. Я принадлежу Тебе, возлюбленный мой, а Ты мой навеки. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит, Господь, лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. О, и пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, общение Святого Духа пребывает со всеми нами всегда, во все дни нашей жизни и вечности. Аминь. Роман пишет, аминь, аминь, хвала Всевышнему. Дякую, пастор, за ваши молитвы. Слава Богу, да благословит вас Господь. Дякую, дякую, брата. Хай Бухрясна благословит. Слава Богу, аллилуйя. Все, я поспешу уже на занятия, сейчас выезжаю. Вот, и буду поздно вечером. Сегодня вечерняя молитва тоже я не смогу включиться, потому что я очень поздно приеду уже. Вот. Завтра утром подключайтесь в 6 утра также по киевскому времени, пожалуйста. Кто в течение дня имеет возможность подключаться, подключайтесь, пожалуйста, к прямым трансляциям с киевской, славянской, евангельской семинарии. Вот. Я стараюсь все трансляции делать. Иногда технически не получается, иногда то связи нет, то еще, но как бы, ну, по возможности все транслируется. Позавчерашние и вчерашние трансляции все сохранены на этом канале Ютуба. Пересмотрите, пожалуйста, и не раз также, и также не забывайте там лайкать там все там, значит, и делиться с вашими друзьями. Вот, значит, особенно если это православные христиане, восточные церкви, то, пожалуйста, дайте им это. И также не забудьте также в молитвах своих меня вспоминать, святых в ваших молитвах, и за наше братство, реформаторское, евангельское, православное братство, молитесь. Вот, и участвуйте финансово в моем служении Господу. С территории России пополняйте номер там мобильный МТС Теледва, и карточка Сбербанка есть там, указана под этими видео. С территории Украины, это карточка Киевстар и Лайф, они тоже указаны под этими видео, и под всеми видео. И, значит, карточка, как приват называется, по-моему, которую открыл отец Максим наш, значит, Денис. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья, во имя Иисуса. Ну, и если будете в Киеве в эти дни, то добро пожаловать на занятия в семинарию. А в воскресенье, значит, будет богослужение, мы арендуем помещение возле станции метро Кловская, улица Ленина Первомайского, 6. Вот, с 9 утра служения, как обычно, до 12. Будет отец Алексей наш благочинный, вот, и ждем в гости отца Виктора также. Потому что он в прошлое воскресенье прошедшее не смог быть, к сожалению. Надеюсь, уже в это воскресенье будет уже он с нами. Очень хороший священник, учитель хороший очень. Вот, и я надеюсь, он как раз поделится словом. Ну, если он придет, он точно, да, будет делиться словом и учением, как раз о душе. Вот именно, ну, потрясающее, это надо слышать просто. Потрясающее по глубине откровения и служения, слава Богу. Пусть Бог благословит вас всех. Да, Кифа в воскресенье не будет снова с нами, к сожалению. Но я с ним увижусь, даст Бог, завтра уже, в четверг. Вот, Кифу благоставляем также. Он будет в поездке, то был в Сумах, а это поедет, забыл куда, куда-то еще. Ну, ладно, я потом сообщу. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Мир всем вам и благодать доумножатся. Аллилуйя, Аллилуйя.